Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами обсудим не очень хорошую, но интересную новость о Xbox Series S. Перед началом видеоролика советую смотреть его до конца, чтобы понять всю мысль правильно, ну и как всегда вас попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также ловите промокодик на бесплатную доставку с сервиса iGoods. И давайте начнем. Как вы все знаете, команда Xbox недавно удивила весь мир со своей Xbox Series S. И удивила она всех своей ценой, а именно 300 баксов и 27 тысяч для России, в принципе для нового поколения это просто шикарная цена. Но с радостными новостями есть еще и плохой звоночек в сторону Xbox Series S, который по моему мнению скорее всего похож на некий хейт Xbox со стороны Sony. Недавно, по словам разработчиков, стало известно, что Xbox Series S имеет некие сложности в железе, из-за которых скорее всего похерится оптимизация. В принципе мы уже все знаем, что данная консоль не ориентирована на 4К, она больше ориентирована на 1080p, на 2К, но если же читать заголовки, то в принципе это все очень звучит тревожно. Опять же, если не вдуматься во всю ситуацию в целом. И самое тревожное здесь то, что будет хериться не только разрешение, но и еще качество картинки в целом. Но в данном случае я бы вам посоветовал не обращать на это внимание и не придавать этому какой-то негативный и жесткий акцент. Просто в этой ситуации у меня сложилось такое впечатление, что все те, кто говорят, что Xbox Series очень слабый, что в ней все будет очень плохо, либо боятся подвести к который раз оптимизацию, либо это просто некий маркетинг от себя в пользу Sony. Ну а может быть вообще прямиком от Sony. Мол, пацаны, Xbox Series S вообще слабая, графона там не будет, вообще не смотрите на нее. Я же в данном случае, наверное, рекомендую вам все-таки дождаться каких-то прямых сравнений о том, как все-таки работают игры на Xbox Series S. Поскольку все эти высказывания, они пока не подкрепляются какими-то фактами. По сути, консоли выходили с железом и похуже, но даже на них иногда некоторые игры выдавались, ну просто в прекрасной картинке. Вспомните PlayStation FAT и Last of Us 2. Давайте вспомним Rise на Xbox One. Ну и давайте вспомним Gears 4. Если же смотреть в данном случае на железо, то оно оставляет желать лучшего, но с качества картинки, ну просто офигенные. Опять же, я очень далек от того, как разрабатываются игры, но на мой взгляд, майки не такие дураки, чтобы выкатывать в новом поколении огрызы, который не потянет нексген. Напомню, что это не премиальный продукт, он не ориентирован на 4К, он ориентирован на 1080 или 2К. И при всем при этом, на этой консоли можно будет опробовать все новые технологии, трассировку лучей и тому подобное, ну а также почувствовать, что такое 120 фпс. Просто во всех этих высказаниях был очень важный и громкий момент. Мол, капец, Xbox Series S даже не потянет игры, которые запускались на Xbox One X. Ну, поскольку она вообще очень слабая. В принципе, новость верная, если судить только по заголовку, она еще и плачевная. Но по факту, все не так, как многие себе уже напридумывали. Series S действительно не сможет запустить игры с улучшениями, которые были доступны на One X. Но опять же, прикол в том, что данная консоль, она изначально не ориентирована была на 4К, как One X. И в принципе, офигевать от того, что там не будет данного разрешения, ну как по мне, немножко глупо. Игры по обратной совместимости на консоли Xbox Series S будут запускаться с консоли Xbox One S. А там, в принципе, одни и те же игры, что и на One X, только без 4К разрешения. При этом всем в новой консоли в играх по обратной совместимости будет улучшенная фильтрация текстур, повышенная и стабильная частота кадров, более быстрый загруз и автоматический HDR. То есть, понимаете, да, если читать только заголовки, то в принципе ситуация реально плачевная, Xbox Series S говно, она очень слабая. Но если же все-таки не только читать заголовки, но еще и полную суть, а также немножко думать в головой, получается в консоли все нормально и так планировалось. И знаете, благодаря таким новостям в комментариях сразу же вылезают мамкины эксперты, мол, капец, там 4 Терафлопсы, у One X был 6 Терафлопс, она очень слабая, хотя в принципе данные Терафлопсы сравнивать нет смысла. То есть, понимаете, что большинство людей не понимает в этом от слова вообще. Да, я сам тот еще ланер в железе, но так или иначе, логически допереть, мне кажется, может каждый. В связи с этим, новость подхватили не только мамкины эксперты, но еще и фанаты Sony, которые начали дезинформировать абсолютно всех по поводу этой новости. И дезинформация идет больше на тех, кто не разбирается в этом от слова вообще, даже хуже, чем мамкины эксперты. И знаете, из-за такой вот общей тупости и невнимательности, я надеюсь, что у большинства все-таки будет целостная картинка того, как она есть на самом деле. Просто недавно я заметил такую фигню, что большинство доверяется не своему личному опыту, а опыту того, кто краем ухом где-то слышал про опыт другого, и в принципе это нерационально. Если вам важна ситуация Xbox в России, то скидывайте данное видос своим друзьям, поправляйте тех, кто ошибается, ну а также в комментариях рассказывайте правдивую информацию обо всем этом. То касаемо явной дезинформации Xbox со стороны Sony. В своем журнале они даже используют неправильное соотношение приставок, дабы показать, что PlayStation 5 не такая огромная, а Xbox Series S не такой маленький. И если что, это по версии Sony. А вот это реально. Опять же, мне дико пофиг, кто как пытается пиарнуть свою консоль, но меня волнует тот факт, что простой потребитель, он получает, наверное, неправдивую информацию обо всем этом. Поэтому Sony не надо так. А так, по словам Microsoft, разница между Xbox Series S и между Xbox Series X заключается лишь в разрешении, но не как в производительности, о которой говорили разработчики. Вообще, если посмотреть на нынешние игры, то складывается ощущение, что разработчики все-таки офигели. Поскольку мы находимся в 2020 году, железо намного мощнее, чем у того же Xbox 360, но почему-то картинку в играх мы получаем иногда хуже того поколения, но также получаем херовый оптимизон. А как так? Че, железо разве не тянет? Че за бред? Неужели за 10 лет железо осталось таким же слабым? Че за фигня? На мой взгляд, у многих разработчиков просто стали расти руки жопы. И они просто не могут подвести нормальную оптимизацию. Ибо всегда есть примеры качественных проектов на слабом железе. И если они есть, значит, в принципе, на любом железе можно достичь хорошей картинки. Тут единственный вопрос, а надо ли это разработчикам? Я лично очень верю в консоль Xbox Series S и думаю, что в плане бюджетного варианта она будет просто замечательной. И на ней мы действительно сможем опробовать Next Gen Full HD. Да, конечно, Full HD, но так или иначе со всеми новыми технологиями и с играми в 120 FPS. Да, я понимаю, что 120 FPS будет не во всех играх, но так или иначе в каких-то играх можно будет на это посмотреть. На самом деле ситуация станет еще жарче, когда Sony анонсирует свою цену на свою PlayStation 5. И, скорее всего, это произойдет 16 сентября в 23.00. Скорее всего, мы даже это будем стримить, поэтому приходите на этот канал. Короче, как-то так. В любом случае, когда выбираете консоль, смотрите на все минусы и плюсы, ну а также используйте свой опыт при выборе консоли, поскольку какой-нибудь Вася Пупкин, он может вас просто дезинформировать. На этом, в принципе, все. Если вам понравилось видос, ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также пиши свое мнение на этот счет. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok